11 лет, как один миг. Александра Голуб на пороге взрослой жизни. Свой выпускной она запомнит навсегда. За плечами физико-математический класс, контрольные экзамены, первые друзья и влюблённости. Впереди поступление в технологический университет. Девушка мечтает стать программистом. Рядом, не сдерживая слёз радости и гордости, самые близкие и родные. Школа для меня – это поистине то место, где ты находишь себе новых друзей, где ты пытаешься чему-то учиться, и у тебя получается. С тобой рядом постоянно твои педагоги, и они всегда тебя поддерживают. И вот эта вот теплота их, она чувствуется, и очень-очень хорошо. Мы долго растили наш цветочек, и в этот волнительный день, конечно, мы очень волнуемся, переживаем и желаем ей самого хорошего. От лица родителей мы бы хотели пожелать всем нашим выпускникам – это крепкого здоровья, успехов, побольше им терпения, удачи, и чтобы они все поступили туда, в те учебные заведения, куда они сами выбрали. Но мы будем их поддерживать и помогать им в этом. На лицах счастливые улыбки, в сердце трепет. Преодолён первый этап на пути под названием «Жизнь». Под звуки музыки выпускники гордо шагают по красной дорожке. Настоящее торжество юности и красоты, дружбы и верности, надежд и мечтаний. Праздник дорог родителям, которые на протяжении этих лет жили интересами своего ребёнка. Вместе с ним волновались за оценки, переживали его победы и поражения. И были рядом. Кроме волнения ничего нет. Кажется, только вчера пошли в школу, уже один из классов, уже взрослые парни. Да, школе огромное спасибо, она фактически сделала с них мужчин. Это школа, в которой есть сердце. Вот это настоящая школа, в которой семья, которая не просто вот уроки, здесь действительно дом. И мы в этом доме провели пять потрясающих лет. Детки у нас просто суперхорошие. Школа просто, просто безграничные возможности даёт. У нас столько медалистов, именно номинантов, всяких конкурсов, исследовательских работ. Город, область, республика. Просто все молодцы. Звучат поздравления и напутствие во взрослую жизнь. Благодарностям и грамотам не числа. И вот он, самый долгожданный и волнительный миг – вручение аттестатов. Момент дорог и учителям, ведь только они знают, как давались эти победы и чем заканчивались неудачи. Каждая школа гордится своими выпускниками, которые решительно настроены реализовать мечты и стать достойным будущим своей страны. Это на самом деле мой первый выпуск. Я счастлива, что у меня есть такие прекрасные дети. Они искренние, они умеют поддержать. Мы с ними настоящая команда. Команда, которая ценит друг друга и принимает всех такими, каким мы есть. В областном театре драмы и комедии свой праздник отмечает третья гимназия. На сцену за аттестатами поднимаются 52 человека. В их числе 10 медалистов. Ребята – победители республиканских олимпиад, творческих и интеллектуальных конкурсов. Учреждение образования на протяжении долгих лет славится высокой подготовкой. По итогам 2022-го признано лучшим в Могилевской области. Со школой расставаться грустно, но я очень хочу поступить Максима Танка и попробовать уже на вкус эту взрослую жизнь. Поэтому я надеюсь, что в будущее пришли только радостные мне эмоции положительные. Я познакомлюсь с многими интересными людьми и все будет хорошо. Очень интересный и важный вечер в жизни каждого выпускника. И радостно, и грустно одновременно. Мне, наверное, более грустно, потому что все-таки это новый этап, переход во взрослую жизнь, когда ты понимаешь, что заканчивается эта юность, детство, и нужно переходить просто во взрослый этап, где ты сам, где ты самостоятельный. Кажется, только вчера они сидели за партами и учили уроки. А теперь в нарядных платьях и элегантных костюмах, немного растерянные, но счастливые, принимают поздравления. Сегодня они выпускники. Через несколько недель – будущие медики, учителя, инженеры. Многие одиннадцатиклассники с профессией уже определились. Как-никак, два централизованных экзамена позади. Мне очень хочется, чтобы выпускники нынешнего, 2023 года, достойно шли по этой дороге, выбрали свой профессиональный путь. Пусть эта дорога будет широкой, пусть она будет светлой, пусть она оправдает успехи и ожидания каждой семьи, белорусской семьи, каждой семьи в городе Бобруйске. Я испытываю чувство гордости за наших ребят. Мне хотелось бы, чтобы у них все сбылось, осуществилось и получилось, чтобы они не забывали и радовали нас своими достижениями и победами. Еще, конечно же, хотелось бы им пожелать большой удачи, потому что действительно у них есть все компетенции, которые необходимы в современном мире молодому человеку. В Бобруйске более 1150 учащихся отмечают выпускные. По всей стране свыше 53 тысяч юношей и девушек прощаются со школой. Впереди непростой, но увлекательный путь. Их ждет вступительная кампания, которая стартует 17 июля. Но перед тем, как нести документы в ВУЗ мечты, им предстоит централизованное тестирование. А пока последние мгновения детства, волшебный вечер и первый взрослый рассвет. Татьяна Горбач, Станислав Чичерин, Бобруйск, 360.